Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал NK Home. Меня зовут Кристина и сегодня с вами мы будем убирать нашу квартиру. Из-за того, что во время будней недели мы не убираемся от слова совсем, мы только мусори, можно так сказать, она загрязняется довольно-таки быстро и каждую субботу я посвящаю время на уборку нашей квартиры. Загружаю стирки, мою полы, протираю пыль, убираю грязные вещи, которые разбросаны по всей квартире. И решила, почему бы не снять такое видео про уборку, почему бы не замотивировать, может, вас на уборку, потому что лично меня такие видео вдохновляют. Когда попадаются в рекомендациях, я включаю на фон. По-быстрому расскажу, что мы сегодня будем убирать. Естественно, мы будем убирать наш зал, совмещенный с кухней. Нужно будет разобрать сушку, которая уже практически пустая, так как вещи мы просто брали с сушки, а не из шкафов. Также нужно будет пособирать все грязные вещи, которые разбросаны просто по всей квартире. Естественно, нужно будет протереть везде пыль, нужно будет везде попылесосить, помыть полы. В спальне также хочу поменять постельное белье. И напоследок думаю, что стоит помыть окна хотя бы снаружи. И, возможно, даже у меня хватит сил на то, чтобы убрать еще балкон. Запасайтесь тоже тряпочками, убирайтесь вместе со мной, либо же просто делайте чай и вдохновляйтесь на уборку. Каждая моя уборка начинается с того, что я собираю все грязные вещи по квартире и отношу в ванную, чтобы загрузить стирку. Также снимаю постельное белье, но пока что не застилаю новое, так как мне еще предстоит уборка в спальне. И я не хочу, чтобы пыль оседала на чистом белье. В ванной я сортирую одежду на белое, темное и цветное, а также постельное белье. Я всегда в самом начале уборки загружаю стирку, чтобы не терять на это потом время. Стиральная машина стирает, а я в это время убираюсь. Двоих зайцев одним выстрелом, так сказать. Пользуюсь я порошком Ариэль в капсулах и к каждой стирке добавляю кондиционер от фирмы Коколин. Очень нравится, как он держит аромат. Первая стирка загружена, пора переходить к полноценной уборке. Первым делом я убираю оставшиеся вещи с сушки, убираю все вещи по своим местам и складываю пледы. Пора перейти к уборке нашего уголка, где мы проводим большую часть своего свободного времени, а именно компьютерный стол. Для начала протираю пыль. Недавно мы установили кронштейны под мониторы и убираться стало намного удобнее. Я просто поднимаю мониторы вверх и с легкостью протираю стол под ними и за ними. После того, как пыль убрана, я прохожусь еще раз тряпочкой со специальным средством для мебели. Оно оставляет приятный запах и помогает избавиться от более сильных загрязнений, например, от следов от кружек. После стола, далеко не уходя, я убираю тумбы под телевизором, протираю геймпады, что лежат на них, а также протираю сам телевизор с помощью специальных срезов для экранов, кстати, которыми также протирала мониторы. Относительно недавно мы приобрели второй стол и хотели сделать второе рабочее место для меня. Но, как видите, это не очень похоже на рабочее место, больше это походит на какой-то склад барахла. Со стола убираю ненужные вещи, а также протираю пыль. Если у вас возник вопрос, что это за деревянная полка, то маленькая предыстория. Эта полка находилась у нас над телевизором, на ней стояли разные фигурки и книги. К сожалению, полка не выдержала всего этого и обвалилась. К счастью, мониторы и телевизоры не пострадали, пока все эти фигурки летели вниз. На данный момент полка ждет своего мастера, который должен уже как месяц к нам прийти и это починить. Ну а пока мы ждем, она разместилась у нас под столом, а все вещи с полки находятся на кухонном столе. Время перейти к кухне. Первым делом я разбираю чистую посуду из посудомойки, чтобы загрузить в нее грязную посуду. Чищу чайник от накипи, пользуюсь обычной лимонной кислотой. Засыпаю в чайник, заливая воду и ставлю кипятиться. Убираю все баночки по местам и приступаю к мойке плиты. В основном плиту я мою раз в 2-3 дня и она сильно не загрязняется, поэтому достаточно ее протереть губкой со средством для мытья посуды. А также подтираю стенки возле плиты от капелек масла после жарки. Теперь все смываю обычной водой и убираю нашу а-ля барную стойку. Тем временем чайник уже очистился от накипи. Я его промываю и заливаю чистую воду для дальнейшего приготовления. Уборка на кухне почти подошла к концу. Осталось только протереть плитку возле раковины, столешницу и помыть раковину. После такой уборки я выбрасываю губку и достаю новенькую для дальнейшего использования. Время спальни. Протираю пыль на наших прикроватных тумбочках, а также с нашего робота-пылесоса. Очки виртуальной реальности отношу в зал и прячу их на место. В прихожей не так много уборки предстоит. Убираю свое пальто, так как уже для него слишком тепло. Красиво расставляю обувь и на этом уборка прихожей подходит к концу. Переходим в ванную комнату. С раковины собираю все вещи, чтобы не мешали. Надеваю перчатки и готова наводить чистоту. На раковину наношу специальное средство для уборки санузлов. И пока это все отмокает, перехожу к нашему белому другу. Протираю его со всех сторон и вовнутрь добавляю средство для унитаза, которое убирает налет. Не смываю его сразу, а даю немножко постоять. А тем временем наша раковина уже готова. Смываю с нее средство и промывая вещи с раковины, расставляю их по своим местам. Пора закончить с унитазом. Чистая тряпка еще раз протираю унитаз, а также прохожусь ершиком внутри. Теперь он сверкает. Добавляю вишенку на торте, туалетный блочок. Пока мы с вами убирались, наша стирка уже успела подойти к концу. Я достаю вещи и несу их в зал. Развешиваю их и вот вам небольшой лайфхак от меня. Вещи, которые мы носим в повседневной жизни, я вешаю сразу на вешалке и таким образом сушу. Тогда вещи высыхают ровными и не нужно их потом утюжить или отпаривать. А вещи, которые мы носим дома, я просто вешаю на сушку, так как нам не принципиально вещи будут с заломами или без. Не теряя времени, я закидываю вторую стирку. На очереди темная. Добавляю капсулу порошка, кондиционер и поехали. Пора уже закончить уборку в ванной. Протираю полку над унитазом и перехожу к самой ванне. Наношу специально чищещее средство, прохожусь губкой, а также не забываю про стены. Огромный минус этой ванной в том, что плитка здесь пупырчатая и мыть ее крайне неудобно. Уже знаю, что в нашем будущем доме никогда такой плитки не будет и вам не советую такую брать. Возле ванной у нас стоит полочка под уходовые средства. Для начала я их убираю и споласкиваю полочку под душем. А также сразу смываю средства с ванной и со стен. После чего обратно выставляю шампунь и гель и возвращаю ее на место. Зеркало я просто протираю средством для мытья окон и обычной бумагой. Разводов не остается, так еще и быстро. Не люблю я мыть окна, это еще мягко сказано. Но что поделать, из-за стройки за окном окна очень сильно загрязняются, строительная пыль просто везде. А в комбо с дождем это ужас. Для начала я обычной тряпкой с водой смываю грязь с окон. После чего наношу средство для мытья окон. И с помощью такой волшебной палочки, у которой с одной стороны поролонная прокладка, а с другой стороны скребок, распределяю средство по всей поверхности оконной рамы. И тем самым вспениваю немного средства. После этого скребком убираю средство насухо. Такую операцию я провожу со всеми окнами. С окнами в спальне есть небольшая проблема. Снаружи нижние окна очень неудобно мыть и зачастую они меня выбешивают. И я делаю натяп-ляп. Главное, чтобы большинство загрязнений убрать. А если останется развод, то просто закрываю на это глаза. С балкона забираю коврик. Пришло время его помыть. Мыла я его в последний раз, по-моему, прошлым летом. Как же много с него текло грязной воды. Я очень пожалела, что сначала помыла ванную, а потом решила помыть этот коврик. После него пришлось перемывать ванную. Вдохновившись своей уборкой, я приняла решение помыть пол на балконе. Это было очень плохое решение. Я грязь не убрала, а только размазала. Очень разозлилась, бросила это дело и решила ждать дождей. Практически финишная прямая. Запускаю нашего помощника Аркашу. И не теряя времени, иду застилать постель в спальне, пока пылесос помогает убирать мне пол. Вот и вторая стирка закончилась. Развешиваю ее на сушку. Третья и на сегодня последняя стирка пошла в ход. Набираю ведерко воды со средством для мытья полов. Кстати, коврики со спальни и коврик с ванной я убрала и решила их тоже постирать. Пол я мою по два раза в каждой комнате. Зал я делю на зоны. Вот и все. Чистота и порядок теперь царит в этом доме до начала новой недели. Ну что, друзья, наша уборка подошла к концу. Я очень счастлива. Потратила на нее, честно говоря, намного больше времени, чем планировала. Я думала, что я быстренько уберу за часик-полтора максимум. А в итоге я убирала часа три, наверное, или даже четыре. Конечно, так долго вышло из-за того, что я постоянно бегала со светом, со штативом. Куда-то что-то выстраивала, куда-то что-то перемещала кадр. И это, конечно, занимает очень много времени. Так обычно у меня уборка занимает реально час-полтора максимум. Но сегодня получилось немножко подольше. Результатом я довольна. Все чисто, все блестит. Пахнет средствами, пахнет чистотой. Единственное, что меня не устраивает этот стол. Но я понимаю, что на данный момент нам просто некуда деть эти фигурки, эти книги. Из-за того, что у нас была полка, которой сейчас нет. И убрать их я не знаю куда. Поэтому пока что они разместились там. Но нам это не мешает. Единственное, что я не очень довольна балконом, так как я не смогла его помыть. Честно говоря, я не ожидала, что там пол настолько грязный. Там так много грязи, так много вот этой стрительной пыли, что когда я начала это все мыть, оно просто превратилось в какую-то кашу. И я решила, что когда будет дождь, прям хороший, знаете, такой ливень. Последнюю неделю у нас были дожди. Жалко, что я до этого раньше не додумалась. Когда будет дожди, я выйду. Ничего, я промокну немножко. Но я буду мыть пол, просто вылью воду и шваброй все буду вот так вот за балкон. Не делала так сейчас, потому что у нас была солнечная погода. И не хотелось как-то загрязнить балкон людям ниже, потому что грязь бы стекала вниз. А у нас стеклянные ограждения и вся эта грязь им бы просто по этому стеку текла. Было бы не очень красиво, могли бы прийти ссориться. Не факт, конечно, но я решила не рисковать. А вот когда будет дождь, прям хороший дождь, я это все там быстренько помою. Дождем им там все смоет и будет чисто и прекрасно. На этом мы с вами будем заканчивать. Всем спасибо, что были со мной во время этой уборки, что меня морально поддерживали. Надеюсь, вы зарядились мотивацией тоже на уборку. Всем хороших выходных, либо же будних дней. Всем до новых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok